Отходим от станции Микензи. Они приезжали к платформе, которые содержали части ваших самих людей, использовавших железнодорожных программах за полном мастерство. Важно, что это собиралось на месте. Мы сами в нее войдем через этот пункт, чтобы заменять исполнительную тему. Переступай! Ванной Царик Черосов Скоряков in Скоряков Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть с командиром башни мог связаться каждый командир орудия Вот здесь, кстати, стоял командир орудия И он же был у среднего и у левого орудия То есть командиров орудий в башне Столько же, сколько орудий И еще, я так понимаю, к нему подходит трубка от горизонтального наводчика Итак, продолжим, на чем я остановился Если электричества в башне нет, то орудия можно навести по вертикали Путем вращения вот этого большого штурвала Это делал установщик вертикального прицела То есть, по сути своей, дублирующий вертикального наводчика Вертикальные наводчики, их башни было три И помощников вертикального наводчика тоже башни Три по каждому орудию То есть по вертикали можно навести каждое орудие индивидуально Горизонтальное наведение башни напротив было общее Это был поворот башни вокруг своей сети То есть горизонтальный наводчик один, и он у левого орудия Также у правого орудия, и только у него находился, телефонист вот здесь И, я уже говорил, командир башни наверху сидел Теперь давайте с вами перейдем к левому орудию Проходите Проходите Так, смотрите, отличия у левого орудия следующие Точнее, отличия в механизмах никаких Отличия в следующем Здесь открыт замок, и можно увидеть насколько он большой, насколько глубоко он входит в орудие Для того, чтобы его герметично закрыть В конце, когда он входит, он еще проворачивается вокруг своей оси, чтобы плотно орудие запереть Потому что давление газов, которое возникает в стволе во время выстрела, это несколько тысяч атмосфер А еще здесь входит и в верхнее положение зарядник, лифт с боезапасом На лодке зарядника, когда он поднимается, сразу же лежит снаряд А в корпусе зарядника, один над другим, находятся браковые метательные заряды После того, как мы зарядили снаряд, заряды скатываются вниз и тоже последовательно подаются в орудие А теперь внимание на дальний левый угол Видите, сидение и горизонтальный штурвал Это и есть пост горизонтального наводчика То есть, поворачивая штурвал, он и вращал всю башню вокруг своей оси Также здесь можно обратить внимание на эти болты Точнее, заклепки, но они обварены Но они были обварены только после войны Башня, в которой мы сами находимся И орудие, которое находится перед вами Это все времен Российской империи Это все было построено до революции, до Гражданской войны Тогда, соответственно, сварки никакой не было Были просто заклепки И были болты Вы не найдете сварки в креплении бронелистов в этой башне И вот внимание на сочленение двух бронелистов Вот сюда Видите, один переходит в другой И можно заметить, что один из этих бронелистов имеет большую толщину А точнее, вот этот То есть задняя стенка этой башни была бронирована лучше всего Но с какой целью? Чем больше брони, тем больше веса Задняя стенка башни уравновешивает башню Создает противовес для трех орудий 305 мм имеет толщина задней стенки башни И 203 мм башня бронирована со всех остальных столов Крыша башни 175 мм Теперь давайте снова вернемся к среднему орудию И там уже поговорим про орудия Поскольку я рассказывал пока все, что его окружает со всех столов Ну, вполне терпимо Тут внутри было довольно глупо, я могу вам сказать Но сталь прогревалась к источническому сверсту А, так, здесь, пожалуйста, только встать, чтобы солнечный свет падал на ствол То есть, чтобы вот этот люк был чистовым И теперь взгляните на само орудие Орудие было изготовлено в Российской империи Ближе к низу есть надпись, которая это подтверждает 1917 год Это год изготовления орудия Но в 1941 году с орудием произошло следующее Его немного расточили изнутри То есть, увеличили внутренний диаметр А затем в орудие вставили тонкую трубу Называемую ленир То есть, проленировали Когда в орудие вставлена эта труба ленир То давление параховых газов, нагрузка Приходится уже не на весь ствол Изнашивается не весь ствол А этот ленир, который мы в него вставили Это тонкая небольшая труба После того, как ленир свой ресурс исчерпал Израсходовал Он извлекается из тыльной части башни И из тыльной части орудия И достается из башни при помощи этого люка Теперь внимание Вернитесь, посмотрите вот на заднюю стенку В той башне и в этой башне Видите, там купли нету Это люки Зальные стенки, которые тоже можно открыть Тоже можно извлечь ленир и у правого, и у левого Вот и чего они должны То есть путем замены лейнера Нам не придется менять весь ствол И потому что ствол весит 50 тонн каждый А лейнер меньше, чем 4 тонны Далее идем ниже Две буквы маркировка МА, видите, за трубкой Вот за этой трубкой Эта маркировка означает морская артиллерия То есть это корабельное орудие Собственно, как и сама башня То есть башня, в которой мы находимся с вами Это не та башня, которая стреляла по немцам во время Великой Отечественной войны Та башня немцами была же и уничтожена Эта башня, где мы с вами находимся Она была снята с корабля С линкора под названием Полтава Спущена на воду в 1915 году То есть, опять же, конструкция времен Российской империи В 1919 году на этом корабле произошел сильный пожар Тогда были тяжелые времена Страна только восстанавливалась после гражданской войны и революции То есть денег на выставление корабля целиком не было Поступили иначе Корпус корабля пустили на слом Но самое важное, что в нем было А именно орудия и башни Сохранили и использовали для воссоздания даже не одной, а двух береговых батарей На корабле таких башен было четыре На нашей береговой батарее их две Две пошли башни на 30-ю батарею А две башни на Борошиловскую батарею Она находится на острове Русском И защищает город Владивосток То есть она находится на Дальнем Востоке Ну а по орудиям у нас вообще настоящая сборная солянка У нас из пяти орудий три были сняты из трех разных боевых кораблей Линкор Севастополь, линкор Императрица Екатерина Великая и линкор Гангут А последнее шестое орудие, оно находится в той башне Оно маркировано не МА, а СА Это сухопутная артиллерия То есть шестое орудие у нас снято было с другой береговых батареек Это форт Красная Горка, Санкт-Петербург Ну, конец, об этом мы и поговорили Спускаемся еще ниже Номер орудия 180 Место изготовления, завод-изготовитель Апуховский столелитейный завод И даже с Ятью, это тоже Санкт-Петербург В Петербурге изготовлены наши орудия Год изготовления И в самом низу это уже масса Причем, смыть, масса линера указана в килограммах Потому что линерование было в Советском Союзе 3725 килограмм Масса самого орудия указана и в килограммах Их тогда не было Она указана в пудах Масса орудия без замка 3043 пуда Вот такая интересная судьба у этих орудий Причем при Советском Союзе ни одного такого орудия Больше не изготовили Все орудия, которые использовали Советским Союзом Достались от Российской империи Апуховский столелит Точно не помню А это тут сухопутное На чем оно передвигалось по пехоте Не знаете А сухопутные орудия Они, смыть, их либо останавливались На железнодорожной платформе Такие, кстати, несколько раз сохранились в Петербурге Либо сухопутные орудия стояли То есть башни вообще не было? Была просто пушка под открытой Были разные конструкции береговых батареек Вот то, что вы говорите Это называется береговый батарея открытого типа Нет, вот в пехоте То есть теперь вы имеете представление о том Почему мы только что с вами ходили Это орудийный блок Это главный коридор орудийного блока Он имеет длину 120 метров Подойдите сюда чуть поближе Загляните вот в это помещение Наша батарея имеет не только запасы воды В различных гемкостях, но даже ее источник Это артезианская скважина Видите вот это устройство Справа Это компрессор для нагнетения разрешатого воздуха Смотрите, по какому принципу наша артезианская скважина работает По принципу эрлифта То есть воздух подается по скважине По трубе на глубину И он выталкивает воду Которая по другой трубе уже поднимается на поверхность Смотрите, если дойти до конца главного коридора И там свернуть налево и спуститься немного вниз То начинается та самая паттерна Коридор длиной 620 метров Которая подходит прямо к подземной части главного Почему такой паттерна? Потому что паттерна, она индивидная Она узкая И пустое, которая будет очень право Мы сами вошли под башенное отделение То есть несколько помещений, которые мы сами сейчас будем проходить Они как бы окружают, опоясывают башню со всех сторон Они нужны для того, чтобы хранить боезапас Снаряды и заряды Вот она начинается, башня перед вами То есть это тоже башня Но это ее самая нижняя часть Мы были в самой верхней части, соответственно Вот видите, за люком, прикрытым серой решеткой Там и начинается перегрузочное отделение То есть именно там и стоял тот лифт-зарядник На котором наверх поднимался боезапас Как боезапас хранился, мы с вами прямо сейчас узнаем Вначале артиллерийские погреба Для них снаряды Внимание наверх Тележка попадает на раму Рама поднимается Тележка по ней скатывается вниз Далее боезапас перегружается на эти стеллажи При помощи нескольких транспортеров Горизонтального На нем снаряд сейчас перед вами лежит Вертикального Вот такого снарядного лифта Который можно поднять или опустить И поперечного транспортера По нему снаряд уже опускается вниз по раме И попадает в перегрузочное отделение То есть серые конструкции С самого низу Это уже есть подвижная часть башни На этих стеллажах Когда-то хранилось до 270 снарядов Позади вас закрытая дверь Это точно такой же артиллерийский погреб Там столько же снарядов У нас соответственно две башни И четыре артпогреба По два у каждой То есть 1080 Вот таких полутонных снарядов У нас одновременно у кого хранится Снаряды какого типа могли использоваться в наших орудиях Извините вот на эту таблицу Она нам опять же осталась от военных Таблица учета хранимого боезапаса Полубронебойный снаряд Это нечто среднее между бронебойным и осколочно-фугасным Дальнобойный и осколочно-фугасным Смотрите, вот эти все три типа снаряда Они все были приняты на вооружение Тогда же, когда сами орудия Во время Российской империи Дальнобойный и осколочно-фугасный снаряд Уже в Советском Союзе Он легче, но летит на большую дистанцию 44 километра Это фугасный снаряд Более старый Летит меньше, но взрывчатки больше И практическое ядро Вот их военные, по крайней мере, нам оставили Вот учебно-практические снаряды Без взрывчатки внутри Продолжаем Двигаемся вдоль стены Парахового заряда Вот, значит, видите Парахового заряда Парахового заряда Вот он остался Ну, точнее, его бутафор Максимальный вес Парахового заряда Это никак не полтонны А максимум 70 килограмм Смотрите, вот здесь написано 64 килограмма 350 грамм Максимум это 70 килограмм Поэтому здесь нет никаких транспортёров Здесь матросы со всем справятся Два матроса подхватывают заряд Доносят его вот до этого устройства И укладывают на него Называется это устройство Перегрузочный турникет И работает с величиной Вместе с зарядом турникет Проворачивается И заряд скатывается По нише в стене Которая пробита Прямо за турникетом И ниша доведёт Прямо к башне Соответственно, заряд попадает В неё И поднимается наверх Уже вместе со снарядом Турникет обшит латунью Это мягкий металл Который не вызовет Высечения искры Если что-то сюда упадёт Кроме того, турникет Ещё со всех сторон Кроме одной закрыт Мы не увидим отсюда башню Это чтобы огонь или дым Не распространился из башни В пороховой погреб Это страшное дело Если кругом тонны пороха И возникнет огонь Но если всё-таки возникнет Внимание наверх Система орошения погребов Сработает автоматически И начнёт распылять воду Причём настолько интенсивно Начнёт распылять Что, видите, вот здесь Водосток Для того, чтобы убрать Всё это Такие водостоки Вы увидите только в зарядных погребах Больше на водорей их нигде нет Имеется здесь И несколько систем связи Во-первых, довольно оригинальная И старая конструкция Переговорная трубка Да, такую же вы видели В самой башне И более новая Более совершенная Это машинный телеграф То есть у себя В командном пункте Командир батареи Переключает труббильник И на боевые посты Расходятся соответствующие приказы Даже не нужно держать телефонную связь Например, последний приказ Здесь остался Заряд боевой То есть какой по мощности И по весу Пороховой заряд Необходимо Переговорить в башню Вначале на ней Были установлены Двухорудийные башни Именно они Стреляли по немцам Они немцами были уничтожены Поэтому вы сейчас Видели трехорудийных башен Поэтому нам пришлось Изменить и сам Орудийный блок В целях Большего размещения Блезапаса Смотрите, видите Похоже, что это Еще один заряд Блок Он таким стал Это помещение Таким стало Только после окончания войны Когда уже Пороховой заряд Требовалось разместить Большее количество Пороховых зарядов Поэтому помещение Переделали Для их ранения И вот этот третий Трунекет Видите, вырезан в стену Его тоже Не было Время войны Это третий Трунекет Который добавили Именно для того Чтобы организовать Подачу Пороховой зарядов Для третьего Нового орудия Паши Пошли Пошли Если бои начнут Уже на какие-то Проходить Муки Батарей И такое Это уже было И такое На самом деле И произошло Болевое Да, здесь Можете Самостоятельно Сверить Экспонаты Большинство Из них Оставлены Нам Военными Но мы К ним Добавляем Также Новые Вечес Туканечками Ничего На Чемпионат Сторон Ножками С Ножками Ручками Не С Ножками Вечес Подойдите Папа Посмотри Весен Смотрите Папа Смотри Продолжение следует... То есть эти снаряды на вооружении 2 были приняты еще в Российской империи в 1911 год, этот уже в Советском Союзе, в 1928 году. Он легче, чем эти два, но и летит при этом на большую дистанцию. А это еще один пороховой метательный заряд, еще один пороховой картуз, еще одна купорка для хранения, а это банник. Мы прочищаем орудие после завершения стрельбы от нагара. Это, соответственно, то, чем немцы по нам стреляли. Снизу Тора, железнодорожная орудия, а сверху мортира Карла. Я повторюсь, Тора по нам стреляла, да не попала. Немцы очень долго с ней возились, сооружили для нее специальную позицию, она стреляла от Бахчисарая, рядом с Бахчисарая. Пять выстрелов по 30-й батареи не закончились никакими результатами. Карла все-таки смогли пару раз попасть. Это привело к вот таких вот серьезным повреждениям наших орудийных башен. То есть орудийный блок, железобетонная коробка по большей части войны все-таки смогла пережить. Она не была взорвана изнутри, как на 35-й батареи. Но башни, как видите, противникам были уничтожены. Это уже все третий штурм Севастополя. То есть и Тора, и Карла применялись уже во время последнего штуки. А вот это схема тех башен, которые мы сами посещали. Уже трех орудийных башней. Башню Севастополя-Полтава. Но эти башни не напрямую, скажем так, взяли Севастополя-Полтаву. И пришлось определенным образом модернизировать. Поэтому они получили ввести приставку. ФМ. Флотская модернизированная. Модернизация заключалась в следующем. В башне эти четыре отделения. Когда эта башня ставила на корабля, отделение было еще больше. В нижней части башни здесь была узкая, податочная, коническая такая податочная труба. Которая поднимался наверх боезапас. Эту трубу коническую убрали. И систему подачи боезапаса изменили. То есть в перекрузочное отделение на корабле боезапас попадало снизу по податочной трубе. А у нас в перекрузочное отделение, как вы понимаете, попадает в боезапас сбоку. От осколок от мотиры Карл. Такой снаряд весит целиком более двух тонн. Имеет длину больше, чем 2 метра. Вот там можно видеть нашего бойца. Который базирует рядом со снарядом, который на 30-3 упал, но при этом не взорвался. И можно оценить габарит и снарядом, потому что только домная часть, небольшая часть, как у вас. Короче, можете здесь сфотографировать, осмотреться, мы продолжим по главному культуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...